холодное время года это не лучший период для ловли на фидерную снасть но тем не менее лично я очень часто ловлю именно фидером зимой и так хочу поделиться топ-5 своими насадками для ловли именно в холодный период то есть по холодной воде на пятом месте у меня такая интересная насадка как две пиночки только насажены они не классически а белая пинка насажена чулком и красная пиночка подсажена классическим способом белая пинка насажена чулком у нее еле-еле шевелится только хвостик а красная пинка достаточно так активно вращается почему именно эта насадка рыба все-таки уже не такая активная ее сильно активная насадка может испугать поэтому вот такая вот комбинированная насадка очень хорошо работает холодный период четвертое место я бы отдал такой насадки как пинка одна пиночка насажена классическим способом на маленьком крючке смотрится очень красиво естественно тем самым не настораживает рыбу очень хорошо работает по плотве и очень хорошо работает как поисковая насадка то есть та насадка с помощью которой мы можем понять есть рыба выбрана нами точке либо же я там нет на третьем месте насадка которая использую не только в холодной воде но и на протяжении целого года это опять-таки же наша пинка надета чулочком и с подсадочкой 3 мотыликов мотылики одеваем классическим способом пробиваем голову эту насадку рыба очень хорошо видит с дальнего расстояния потому что белая пинка привлекает ее внимание ну и естественно мотыль куда же в холодный период без мотыля на втором месте у нас такая необычная насадка как мотыль колечком как же насаживать мотыля колечком мы пробиваем сначала хвостик затем голову если нам нужно сделать несколько колечек мы повторяем процедуру уже с другой личинкой чем же хороша такая насадка и когда я лучше применять когда от рыба у нас практически отказывается клевать то есть мы понимаем что она есть она в принципе кормится то есть достаточно активно но ее что-то пугает что-то настораживает мы надеваем колечками потому что если мы заметим то мотыль у нас в коробке которая находится в воде свернут также колечками соответственно тот мотыль который обитает в водоеме тоже лежит на дне вот такими вот колечками поэтому насадка на дне смотрится очень естественно тем самым не пугает рыбу и первое место для ловли в холодной воде это естественно же мотыль просто мотыль без никакой подсадки нам здесь не нужна ни пинка не опарыш просто три мотылика пробитых за голову классическим способом является самой рабочей насадкой как в холодной в принципе так и в теплый период но все-таки при ловле в холодной воде она показывает себя лучше всего в использовании как и с длинными поводками так и с коротким неважно ваш объект ловли плотва или лечь эта насадка покажет себя хорошо и стой и с другой рыбой вот такой вот у меня хит парад насадок естественного происхождения для ловли по холодной воде если у вас есть своя любимая рабочая насадка для ловли в этот период пишите пожалуйста в комментариях если вам интересна какая-то тема которую я могу раскрыть для вас на нашем youtube канале также пишите в комментариях с вами был евгений конюшевский спасибо за внимание